я встречалась с парнем несколько недель потом он узнал что у меня есть ребенок и меня бросил ну потому что надо было сразу сказать что у вас есть ребенок не надо этого стесняться многие женщины чувствуют себя почему-то как как бы даже ущербное что у него есть ребенок а что тут такого если ему не нравятся дети ну найдите себе нормального мужика которому дети не проблема в чем проблема вот увеличивая вот эту паузу между знакомством и тем что вы сказали что у вас есть ребенок чем больше пауза тем больше проблем это надо говорить изначально сразу изначально смотреть на реакцию мужика потому что сразу сказать что для меня это проблема сразу можно сказать иди ты нахер сразу же и не надо тратить на это время может вам хочется с ним пойти в ресторан может хочется с ним посидеть там провести с ним время но это можно сделать и по-другому тогда вы соглашаетесь на какие-то дружеские отношения тогда вы понимаете что с этим человеком вы не будете строить семью если он так относится к детям вы можете просто дружить ну в кавычках говоря в кавычках понимаете вы будете там любовниками то или кто-то там еще или вас если вас это устраивает туну бог в помощь но мы говорим про то чтобы построить семью поэтому если вы с позиции построения семьи вы делаете эту паузу то но это реально проблема это неправильно надо говорить сразу не надо говорить в лоб у меня трое детей и дедушка на руках нет сказать вот мой старший сын сегодня сделал змейку а я сейчас буду ехать от тебя за еду за младшим он у бабушки на девочка сейчас где-то там еще то есть скажите это все вот в таком то не надо не надо его ставить перед фактом скажите это естественно тогда мужчина не испугается наши мужчины тоже боязливо они тоже много боятся ответственности это неплохо что мужчины такие потому что серьезном еще на он понимает что вот есть дети а где бывший муж а какой он участие принимает воспитания детей а воспитает ли он воспитание вообще а как он потом будет лезть ваш брак или ваши отношения мужчина серьезный который планирует с вами отношения его все это будет интересовать вот Такие вещи, потому что они будут напрямую на него влиять. Потому что здесь действительно есть много подводных камней. Его отношение к вам, приезжает ли он, играет ли он с детьми каждый день, или раз в неделю, или раз в полгода, или он просто скидывает деньги на карточку в виде алиментов. Вот вашему парню, с которым вы встречаетесь, надо это все знать. Если он действительно согласен на эти отношения, вы ему нравитесь, он вас рассматривает как перспективную девушку для создания семьи, всю эту ситуацию ему, пожалуйста, аккуратно обрисуйте. Потому что для него это будет важно. Для него надо понимать, как он будет с вами строить отношения, где вы будете жить, сколько у вас детей, какого возраста, какие отношения с родителями, какие отношения с папой, какие отношения с мамой, какие отношения с дедушкой и бабушкой. А если они туда, как они будут воспринимать, как они будут вас называть. То есть все это очень важно. И говорить это надо по возможности сразу. Если вы планируете с этим мужчиной строить серьезные отношения, а не просто быть друзьями. Если вы будете друзьями, то можно в разговоре это сказать как-то ненароком. Точно так же, чтобы это не звучало как приговор. Знаете, ну это важно. И надо обязательно ставить мужчину в известность. Потому что если мужчина изначально не настроен на женщину с детьми, в этом тоже ничего плохого нет. Вот он такой, и не надо его менять, не надо его переубеждать. Не надо. Это все потеря времени. Человека переубеждать – это абсолютно дурное дело. Нет, нет, да, да. Все, до свидания. Это, как я говорю, знакомиться в социальных сетях. Подпишите сразу, только для серьезных отношений. И 95% мужчин изначально отсеется. Потому что мужчины, которые хотят не только секса, они вам напишут, они с вами встретятся, они будут понимать, что вам 30, значит, у вас, возможно, есть дети, возможно, вы были замужем, вам будут не один раз. Это все естественно. И здесь не надо ничего бояться и чувствовать какие-то комплексы и какую-то ущербность. Вот мужчина, который называет женщину с прицепом, мне вообще противны. Потому что, ну, а вы с чем? Вы не с прицепом, не с элементами. Это так называется. Найдите мужчину, который будет вас любить, который будет любить ваших детей. Под лежачий камень вода не течет. Ваш психолог Алексей Коваль. Продолжение следует.